Несмотря на сильный дождь, матчи третьего дня второго этапа мемориала Валентина Бубукина начались без переносов и задержек. Борьба за очки престижного детского турнира идет без перерыва сразу на нескольких футбольных полях Догомыса. Эй, Кубань, давай вперед! Красота победы ждет! Лаура Морозова старается не пропускать ни одного матча с участием своих братьев. Оба футболиста защищают цвета флага желто-зеленых. Футбольный клуб «Кубань» привез в Сочи солидную поддержку. Это уже традиция. Ездим с семьей на каждые турниры. Болеем мы за саму Кубань и, конечно, за наших детей. Тут же были зимой в Догомысе, потом в Сызрань ездили. Летом много где ездим сейчас в последнее время. Во втором этапе мемориала Валентина Бубукина участвуют 60 клубов возрасту от 10 до 17 лет. В Сочи приехали футболисты со всей страны. Есть и зарубежные участники из Ташкента, Сухума и Гагры. Впервые прибыли футболисты из Сталина. Как отмечают организаторы, интерес к мемориалу Бубукина растет с каждым годом. Регулярно на сочинских полях играет юное представительство «Зенита» и ЦСКА. Приезжают в Сочи и селекционеры ведущих клубов российской премьер-лиги. Наблюдают за матчами в поиске юных талантов. Это вот уже седьмой по счету мемориал памяти великого советского футболиста Валентина Борисовича Бубукина. В рамках данного турнира у нас была проведена эстафета Бубукина на знание теоретических и практических основ игры в футбол среди всех участников турнира. А также параллельно нашему турниру у нас проходит турнир по игре FIFA по киберспорту. В турнире участвуют и четыре сочинских клуба. Они уже провели по две игры и занесли в свой арсенал первые победные очки. Кстати, местные команды в разные годы уже становились обладателями золотых медалей турнира. Но, как известно, футбол – игра непредсказуемая, поэтому организаторы не спешат называть фаворитов. Итоги мемориала Валентина Бубукина подведут 4 апреля.